Обсудили проблему людей с ограниченными возможностями по зрению и наметили совместные пути их решения. В региональном отделении Всероссийского общества слепых состоялась встреча с окружным омбудсменом, руководителем Департамента здравоохранения и соцзащиты населения НАУ, представителями окружной и центральной районной поликлиник. В рамках встречи уполномоченной по правам человека в НАУ Лариса Сверидова и руководитель регионального отделения Всероссийского общества слепых Борис Бажиков подписали соглашение о сотрудничестве. Обо всем по порядку расскажем в материале выпуска. Все мы, леса с ограниченными возможностями, мы уже получили ограничения, но мы должны быть такими же, как все, защищенными. На защите прав и интересов людей с ограниченными возможностями по зрению окружный омбудсмен. Одной из главных проблем инвалидов, проживающих на территории региона, Лариса Сверидова считает получение путевки на санаторно-курортное лечение. Министерство здравоохранения два года тому назад утвердило новый список медицинских показаний для выдачи бесплатных путевок. В соответствии с приказом люди, страдающие проблемами слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, остались не у дел. Решить эту проблему пытаются власти региона. Обсуждали ее и омбудсмены на межрегиональном форуме, посвященном правам человека в арктическом пространстве. Я вижу, что население действительно испытывает серьезные проблемы. На форуме в резолюции мы отразили о том, чтобы данный приказ Министерства претерпел изменения. И самое главное, чтобы те люди, которые по разным условиям приобрели заболевание слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата, все-таки они могли получать, чтобы это вернули в перечень показаний, эти заболевания. Как отметил руководитель окружного профильного департамента Сергей Сверидов, получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение жители округа могут не по инвалидности, а основному заболеванию. Соответствующие разъяснения были получены от Министерства здравоохранения. Человек может инвалидность получить в связи с тем, что у него нет ноги. Уже более конкретно, да? А на сегодняшний день у него основное заболевание может быть совсем другое, не связанное с отсутствием ноги. То есть врач ведет его, и у него есть заболевание основное другое. По которому... Основное. Да, не сопутствующий. Основное. Основное упор. Основное. Но только оно не связано с получением инвалидности, и, соответственно, по этому основному заболеванию мы выдаем направление на санаторно-курортное лечение. Основное заболевание – это то заболевание, по которому человек в данный момент находится на лечении. Он обращается по этому заболеванию. Наблюдается у врача. Да, наблюдается, а не так, что оно куда-то взялось. Как отметил Сергей Сверидов, эта информация будет доведена до врачей поликлиник. Большинство, я по своей стороне помещаю, что мы работу в поликлиниках городской и искательской проведем. Вместе с коллегами для меня это письмо, это как инструкция к действию, и мы его будем применять. Я думаю, что с нашей стороны проблем тех, которые возникали ранее, их не должно быть. В рамках неформального диалога стороны обсудили и другие проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. В завершении встречи уполномоченный по правам человека в НАУ Лариса Сверидова и руководитель регионального отделения Всероссийского общества слепых Борис Бажиков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает обмен информацией и взаимодействие в решении проблем.